Всем привет! Сегодня буду из креативной планировки делать нормальную. Поехали смотреть! Вот это странное серое пятно и есть! Та самая креативная планировка от застройщика-брусника, который бьет себя в грудь и говорят, что мы делаем идеальные планировки. Давайте посмотрим на эту идеальную планировку. Но для начала нужно понять, для кого это пространство. Обратилась ко мне молодая пара, которая ожидает ребенка. Соответственно, квартира для семьи 3 человека. С каким запросом они пожаловали? Нужна большая кухня-гостиная, то есть общее пространство, где все вместе тусуют. Нужна мастер-спальня, нужна детская, нужно отдельное рабочее место 2 штука, потому что оба работают дома, а также места хранения. И, конечно, нужно не забыть про постирочную зону и про хранение уборочного инвентаря и прочих полезных вещей, которых очень много в доме. И надо сделать так, чтобы они не бросались в глаза. Вот такие простые житейские запросы. Давайте смотреть, отвечает ли этим запросам данная квартира. Конечно же нет, не отвечает. Ни их запросам, ни красоте, вообще ничему. Я смотрю на нее и понять не могу. Кто нафантазировал, не знаю, как даже это назвать. Начну с прихожей. Это вытянутый длинный коридор шириной полтора метра. Полтора метра. Длиной метров 6. То есть 6 метров вы выкидываете в помойку. Просто вы заплатили 150 тысяч за метр квадратный и слили в унитаз. Почему? Потому что в этой прихожей или коридоре, или что это такое, невозможно поставить ничего. Только гвоздики в стену вколотить и одежду на них вешать. Катастрофа. Но справедливости ради, надо сказать, что есть гардероб. Вход из прихожей. Но это не тот гардероб, друзья. Это гардероб в спальню. Вы прикиньте. А гардероб для верхней одежды надо пройти еще дальше. И тогда мы попадем в гардероб. Ну как гардероб? Так, кладовочка на 2,5 квадратных метра. Какой же это гардероб? Что такое нормальный гардероб или шкаф в прихожей? Ребята, по моим подсчетам, это метр шкафа на человека. То есть 3 человека. 3 метра шкафа должно быть. По ширине. А здесь сколько? 1,5 метра 80. Ну так, для одной курточки и накидочки. Все. Далее. Из этой прихожей, коридора, кишки, мы попадаем в кухню-гостиной. Внимание! Из которой коридор продолжается. Это как можно себе представить? То есть идем дальше опять по коридору. То есть смотрите, пунктирной линией даже показано. Это коридор. Это не что-то другое. Это коридор. Получается Г-образный коридор метров 11,5 метров. Ребята, это же просто пипец. Вы покупаете квартиры по 150 тысяч за метр квадратный. То есть это 1,5 миллиона. Фух, выкинули просто на какой-то дебильный дурацкий коридор, в который даже поставить ничего невозможно. И это еще не все. Здесь кухня-гостиная 20 квадратных метров. Как здесь все расположить? Кухня маленькая. Окно далеко. Комната темная. Посмотрите, какой диванчик поставили. Вот это меня всегда умиляет, когда проектанты застройщика ставят вот такие диванчики непонятно для кого. Для гномика что ли? Представляете? То есть он настолько маленький, что в него не влезть троем. Двоем с трудом. Ну сколько? Он по ширине здесь. 1,30 метра. Диван 1,30 метра. Это что такое? Это какое-то извращение. Смотрите, стол как стоит. Стоит он прямо на входе. Когда вы будете заходить, здесь будет человек готовить, а за столом кто-то сидит, то входящий обязательно заденет и того, кто за столом сидит, и того, кто готовит. То есть с эргономикой полный крах вообще. Это еще не все. Из кухни-гостиной есть дверь. В комнату 9,5 квадратных метров. Посмотрите, какая комната. Я обожаю такие комнаты в кавычках. Где есть углы, ниши, в которые шкаф строили. Ну это типа кабинет что ли? Или детская? Из-за этого входа вы телевизор нормально не поставите. Он просто сюда не помещается, иначе дверь заслонит. Комната сама маленькая. Диван тоже по ширине метр сорок. Его предлагается расправлять вот сюда вперед. А? Как вам идея? Класс, да? Для того, чтобы его вперед расправить, нужно выкинуть стол из комнаты, убрать кресло, и тогда, может быть, этот диван расправится. Но когда он расправится, у вас останется вот здесь совсем чуть-чуть места, чтобы вокруг дивана вы не могли просто по-нормальному ходить. Понимаете? Класс. Не планировка, а чудо. Просто муа. Когда вы решите укладываться спать вечером из кухни-гостиной, вы потопаете в спальню, дойдете до прихожей, потопчетесь в этой прихожей по самой грязевой зоне и зайдете в гардероб. Вы думаете, это нормальный гардероб? Нет, это маленький гардероб. Посмотрите, это шкаф всего лишь навсего, тут метра на два с половиной, через который нужно пройти и тогда попасть в спальню. А в спальне раз дверь, два дверь, и все. Никаких шкафов, ничего не поставить. Санузел 3,8 квадратных метра с дверью, которая открывается прямо на кровать. Вот вы когда-нибудь спали в спальне, где у вас дверь под ухом и там унитаз? Ничего не смущает, нет? Я думаю, когда люди начнут жить в такой планировке, им быстро эта идея не понравится, потому что шум воды это громко, друзья, и это раздражает. Вспомните, когда капает кран, кап, кап, это бесит. А вот вы спите, а вот кто-то в туалет сходил, смыл, и вот это вот это вы все слышите. И даже сквозь дверь. Поэтому планировка, конечно, так себе. Но исправить ее будет невероятно сложно. Вот все вот эти закуточки, которые наворотили, я поначалу даже немножко в ступор впал. Непонятно, что с ними делать. Понимаете? Ну и на закусочку. В ванной комнате, которая называется санузел 4,3 квадратных метра, поставили в ванну, раковину, унитаз и еще стиральную машину. Ну это пипец вообще. Просто она стоит в общей ванной и все. Я понимаю, что многие так и делают, но мы же делаем с вами дизайнерские квартиры, а не просто какие-то постирочно-помывочные ванны и так далее. Детская комната отвратительная, потому что кровать заслоняет вход. Между кроватью и шкафом, посмотрите сколько, 10 сантиметров. Десять! Это значит, вы дверь просто не откроете, а кроватью вы заслоните. Доступ к вещам, как пользоваться шкафом, непонятно. Стол на проходе и это все из-за конфигурации стен. И поменять это невозможно. Я имею в виду конфигурацию стен, потому что ванну не уменьшить, не увеличить, это мокрая зона. За счет коридора тоже не увеличить, потому что коридор слишком узкий, его нельзя сделать еще уже. И с этим коридором нельзя сделать еще уже. Балкончик просто непонятно, смех какой-то такой. О лёб гонце балкон. В общем, вот такое вот чудо ко мне попало. Заказчики, чуть ли не со слезами на глазах, Иван, помоги, потому что не знаем, что с этим делать. Увидели и ошалели. Не понимаем, вроде гардероб есть, а он какой-то мелкий. Вроде ванна есть, а как-то все не помещается. Кухня-гостиная, тоже не понимаем, что с ней делать, потому что она очень маленькая. Где рабочие места организовать, тоже не ясно. В общем, взялся я помогать. И вот, что у меня получилось. В общем, первое, что нужно сделать, это убрать все вот эти вот закутки непонятные, которые наворотили. Очиститься, так сказать, и сделать пространство логично, простым и понятным. Увеличить прихожую. Прихожую. Это я делаю за счет смещения перегородки. Внутри все поломал и выкинул. У меня получилось две смежные комнаты, одна большая кухня-гостиная и детская, как была, так и осталась. А мебель здесь расположилась вот как. Начну с прихожей. Сам вход в квартиру, и когда мы в нее попадаем, получается грязевая зона, где мы можем оставить обувь, посмотреться в зеркало, если вдруг нам захочется зонты какие-то оставить, после чего проходим дальше в холл. Вот это вот уже холл, который можно сделать нарядным, который будет вас приветствовать при входе в квартиру. А это, знаете, гораздо радостнее, чем ходить по узенькому коридорчику. Здесь стоит огромный шкаф 3,5 метра по ширине. А мы помним на человека метр, их трое, планируется. Соответственно, 3,5 это даже с небольшим запасом. Также здесь есть комод, а в варианте от застройщика такого удовольствия нету. Комода и пуфа нету. А у меня здесь пуф можно поставить, комод. Комодом удобно пользоваться, сумку, ключи и так далее. А еще картину можно сверху повесить. Отсюда же вход в большую комнату, которую я превратил с одной стороны в гардероб, а с другой стороны в кабинет. Огромный шкаф с красивыми лаконичными дверями, скрывающими всю одежду. А с другой стороны два стола. Собственно говоря, днем это пространство превращается в рабочий кабинет. Есть стеллаж также для нужных вещей. А вот вечером и утром эта же комната превращается в гардеробную. Вот такое совмещение функций. И что это нам дало? Быстренько давайте напомню вам предыдущую планировку. Предыдущей планировки вот это вот место в гардеробе при спальне, вот это вот место в гардеробе для верхней одежды просто пропадало. Оно было проходным. Хорошо, конечно, когда есть отдельная гардеробная, но она съедает полезные квадратные метры. От этого я ушел и теперь у меня вся площадь в пользу пошла. Далее из этого кабинета-гардеробной мы попадаем в спальню. В спальне две двери я обыграл следующим образом. Та, которая входная в комнату, она будет лаконичная, незаметная а-ля скрытая дверь. А вот вторая дверь стеклянная и даже вот эта вторая часть двери тоже стеклянная. Соответственно, таким образом я визуально делаю пространство больше. То есть мы видим раковину как бы из спальни, а когда стоим в ванной рядом с раковиной видим кусочек спальни. Это позволяет нам зрительно увеличить пространство, а также запустить солнечный свет в душевую. Далее унитаз он спрятан и тут же стоит душевая колоночка, которая нас собственно водичкой поливает. Все это закрывается шторочка, если вдруг нам надо там скрыться, уединиться, отбрызг, закрыться. Ну, раз мы не можем полностью от звуковых эффектов спрятаться, как вы поняли уже, то давайте сделаем хотя бы эту зону красивой. Вот здесь и дерево я посадил. То есть раковина, дерево или растение какое-то, которое нас безусловно радует. И это совсем другие настроения, это совсем другие ощущения, когда вы утром собираетесь на работу и уже заряжаетесь энергией от солнечных лучей и вида не в глухую стену, а в красивую спальню, в красивое пространство. Переходим в главное помещение кухню-гостиная. Я полностью переставил мебель. Обратите внимание, убрал кухонный гарнитур из угла и вместо кухонного гарнитура поставил шкаф, который своей дверкой выровнялся с дверкой шкафа в холле. И теперь это единая линия. Это композиционно очень важно, нужно выравнивать пространство. Так вот, за этими дверками в гостиной я поставил хосблок, убрал стиральную машину из ванной и поставил именно туда. Туда же уборочный инвентарь, а еще туда удалось поставить дополнительный холодильник, который просили поставить будущие хозяева этой квартиры. Идем далее. Диван на 2,40. Ребята, сравните вот с этим убожеством на метр сорок. С моим прекрасным диваном на 2,40, 2,5 метра можно развалиться и уххххххххххм в общем тусовать всей семьей. Напротив телевизора большой, а не вот этот вот ущербный маленький из шестидесятых. Далее стоит стол круглый, чтобы экономить пространство. Вокруг него два стульчика, два, чтобы не захламлять эту маленькую комнату. Гости придут, достанем еще два раскладных стульчика или табуреточки. За этим столом стоит комодик или сервантик для посуды. А еще напротив вот этих два блока, которые утонули в стене, там была ниша от застройщика. Я просто туда поставил холодильник и шкаф, в котором духовка-микроволновка. Видите, вот эти вот два прекрасных предмета, две колонны, которые прямо до потолка. Их можно выкрасить в цвет стены, и они особо в глаза бросаться не будут. А теперь самое интересное. Кухня вдоль окна. Об этом мечтает большинство людей. Мыть посуду, смотреть во двор, как ребенок бегает. И освещается классно, и вид прекрасный, а не вот это ваше, знаете, когда стоишь в стену и готовишь, вот глядя в стену. Согласитесь, в окошечко приятнее. Ох, я знаю, сейчас вы напишите, а как же батарея, а как же вытяжка, а как же туда воду подтянуть. Пишите, пишите в комментариях, а заодно свои версии, как бы вы сделали. Ну, а я иду дальше и перехожу в детскую. Детскую я комбинирую двумя зонами. Одна это светлая, ближе к окну. Здесь же рабочий стол, здесь же стеллаж, который переплетается со столом и может над ним даже полочками заходить. И это светлая зона. Здесь мы еще можем играть около окна, но ребенок, в смысле, имеется ввиду. Вот ему зону активности нужно ближе к окну. Вторая зона для сна и переодевания, то есть кровать, а под кроватью шкаф. И только такой комбинация позволяет нам сделать эту комнату хоть с каким-то пространством, где можно и с гостями там, с друзьями поиграть и вообще, чтобы хоть дышать свободно. То есть кровать поднимаем на второй уровень, снизу под ним шкаф, кстати, большой получается. И считайте, это еще элемент игры для детей. Они пока маленькие, любят наверх ползать. Так что будет классно наверху, там с интересной лесенкой. Можно сделать элементы от скалодрома. Тоже будет интересно. Ванная комната. Конечно же обязательно сама по себе ванная, в которой малыш будет купаться. Ну и мама сможет полежать. Здесь теперь нет стиральной машины, поэтому можно побалдеть. Далее раковина. Обязательно напротив входа, потому что действует золотое правило. Заходишь, заходи на красоту. А это именно раковина. Ну и со второго края, напротив ванной, длинный вытянутый шкаф глубиной 20 сантиметров. Это толщина листика. Вот это 20 сантиметров. Снизу инсталляция, сверху шкафчики открываются. То есть получается все хранение, все баночки, скляночки, запасы полотенец, туалетной бумаги, мыло, да и прочие фигни, которую вы храните в ванной. Все будет скрыто в этом встроенном шкафу. Поэтому всегда применяйте такое решение, если у вас есть такая возможность. И деньги, конечно же. И будет вам счастье. В ванной будет порядок, красота и удовольствие от помывочки. Ну точнее это уже не помывка будет, а настоящие релакс процедуры. На этом все, друзья. Пишите в комментариях, что понравилось, что не понравилось, что удивило, что зацепило. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик. Всем пока, красивых квартир. Да пребудет с вами Муза.